интервью президента азербайджана эльхама алиева испанской ель пейс живо напомнило многим экспертам тот мастер-класс информационной дипломатии и если угодно информационной войны который глава государства демонстрировал уже не раз и прежде всего во время 44-дневной войны с оточенными формулировками действительно отражающими позицию азербайджана с очень редким среди современных политиков умением не уходить от острых вопросов отвечать на них и самое главное созвучиванием неудобных для многих реалий в беседе с испанскими журналистами президент азербайджана коснулся многих тем но по понятным причинам в фокусе внимания оказались очерченные президентом азербайджана итоги брюссельского раунда постконфликтной дипломатии вообще и трехсторонней встречи с председателем совета ес шарлем мишелем и премьер-министром армении никол пашиняном в частности прежде всего глава государства напомнил что азербайджан одержал победу в карабахе и эти реалии должны принимать во внимание армения и международная общественность наша страна выступает за мир напомнил глава государства подчеркнув что азербайджан выступил с инициативой подписать с армении мирный договор позиция азербайджана открыта и ясна мы хотим мира мы не хотим войны мы выиграли войну мы победители и эту реальность нужно учитывать на горно-карабахский конфликт разрешен нет возврата ни к какой дискуссии о статусе карабаха или чему-либо в этом роде цитирует президента азербайджана информагентство а вот тут нужно уточнение об этом говорилось уже неоднократно но тем не менее напомним в ереване все еще пытаются вбросить в повестку дня обсуждения статуса карабаха более того армянская верхушка капризно требует возвращения к переговорам в рамках минской группы явно рассчитывая что в этом случае автоматически произойдет возврат и к переговорным пакетом мг обсе с обсуждением все того же статуса карабаха с перспективой референдума и промежуточным статусом который бы тем не менее позволял ханкиндинским сепаратистам вступать в международные отношения и иметь свои вооруженные формирования и вот теперь президент азербайджана включает холодный душ возврата к дискуссии о статусе карабаха не будет и самое главное слишком многое указывает на то что из повестки дня постконфликтного урегулирования исчезает и сама по себе минская группа обсе брюссельский раунд оставил здесь мало сомнений сначала генсек нато йонс столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом азербайджана эльхамом алиевым подтвердив что нато поддерживает нормализацию отношений между азербайджаном и арменией никоим образом не упоминает необходимость договориться по статусу карабаха что для армении уже очень плохо да генсек альянса отмечает что нато не занимает ничью сторону но сдвиг позиций однозначно в пользу азербайджана более того отчерчивая позицию нато йонс столтенберг не упоминает и минскую группу обсе при том что еще недавно до 44-дневной войны политическая мода требовала от всех выражать поддержку ее усилием более того президент азербайджана принял участие в заседании совета нато в его ходе была выражена поддержка территориальной целостности нашей страны но не было сказано ни слова о минской группе и тем более статусе карабаха через несколько часов появилась и заявление шарли мишеля по итогам брюссельской трехсторонней встречи и там тоже никоим образом не упоминается не только статус карабаха но и минская группа обсе признание и уважение границ есть делимитация демаркация границ есть вопросы без вести пропавших есть разминирование и восстановление ранее оккупированных территорий есть открытие шоссейных и железных дорог есть а вот статуса карабаха нет а это значит что брюссельский раунд не оставил сомнений из повестки дня в постконфликтном урегулировании исчезает упоминание минской группы обсе причем речь идет о выверенной и консолидированной позиции западных политических институтов в постконфликтном урегулировании и это самое урегулирование идет уже без реального участия мг обсе недавнего дипломатического монополиста в переводе президента азербайджана ильхам алиев на европейской политической арене умело и эффективно продавил свою повестку дня и свою позицию в таком деликатном вопросе как постконфликтное урегулирование и заодно разрушил надежды армении на свой революционный имидж симпатии определенной части европейской политической верхушки французский лоббинг и так далее а это значит что армении надо бы повнимательней прислушаться к призыву президента азербайджана воздержаться от реваншистских действий и помнить что армения уже проиграла войну теперь проигрывает дипломатию и попытки переиграть ничем хорошим для нее не закончится